здравствуйте всем сегодня мы начинаем осмотреть д металлы д металлы переходные металлы также называется и сегодняшняя тема железо железо 26 элемент давайте напишем электронную конфигурацию 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 после 3p заполняется 4s а потом после 4s 3d правильно так всего 10 20 26 получился электронов значит ядро 1 2 3 4 слой 3d расположен на третьем слою 4s после но несмотря на это раньше заполняется 4s потому что по правилу кличковского знаем энергия 4s меньше чем 3d 8 электронов как бы валентные считается но не совсем так почему потому что железо плюс 6 максимум поэтому мы считаем что 6 валентных электронов но в некоторых комплексах железо может образовать 8 значит легандов вокруг себя поэтому в некоторых стоит что валентные электроны железо 8 а вы можете считать для школьной программы 6 поэтому а почему потому что знаем не все д электроны для атома считается валентами с электроны последнего слоя плюс д электроны некоторые д электроны пред внешнего слоя считается валентами важно тут когда отдает железо электрон отдает из 4s или из 3d вот это очень важный вопрос значит железо плюс 2 такую электронную конфигурацию когда дает все равно отдает от последнего слоя раньше заполняется 4s и раньше ходит оттуда и электроны значит железо плюс 2 уже имеет конфигурацию 4s03 d6 или в мощности 3d6 4s0 неважно каким образом она пишет раньше 3d или 4s тут важно какой из них раньше заполняется значит это электронная конфигурация железо плюс 2 а железо плюс 3 уже значит 4s03 d5 а есть некоторые соединения соответствующие соединения соответствующие на плюс 6 тогда 4s03 d сколько 4 отсюда исходит 2 значит 3d2 основе железо при значит плюс 6 а в валентности 2 3 и 6 значит 6 степень аксения плюс 2 плюс 3 плюс 6 а также добавляйте 0 потому что мы знаем любое вещество простом виде может быть 0 к 1 из распространенных элементов считается где-то 4 села 2 процента составляет земной коре железо от алюминия до в водорода в ряд активности металлов это значит металл средней активности считается и природе встречается в основном виде солей и вид оксидов и оксиды мы знаем есть железо 3 о 4 это смеси двух оксидов железо и железо 2 о 3 железо и окалина еще называется смешенный оксид магнетит называется это вещество есть трех валентный оксид также есть значит двух валентные оксиды тоже двух валентные соединения железо основной свойства проявляет оксид гидроксид трех валентные соединения имеют немного амфотерные свойства и также в виде солей может встречаться сульфид железо диссульфид железо это перец также называется даже структурная формула имеется неполярная ковалентная связь между атомами серы а это простой сульфид железо где двойная связь между атом кроме этого встречается природе карбоната железо 2 это сидерит называется и железный купорос железный купорос в отличие от медного содержит 7 молекул воды так способы получения как можно получить промышленности двумя способами получают это пирометаллургическим и гидрометаллургическим пирометаллургический это способ значит восстановления или разложения соединений восстанавливает из оксидов можно восстановить с помощью водорода можно восстановить с помощью углерода с помощью угарного газа и с помощью алюминия можно восстановить оксиды от оксидов молекулярного железа железо плюс h2o получается и с другими веществами тоже мы знаем алюминотермия есть да термит называется смеси железо 3o4 плюс алюминий в результате получается оксид алюминий железо это первый способ пирометаллургический способ второй способ гидрометаллургический способ это значит электролиз растворов в основном подвергается электролизу двухвалентные соединения железо это способ получения железо не очень активный металл но при нагревании вступает в реакцию со многими простыми и сложными веществами железо плюс кислород воздушный кислород берем железо нагреваем в открытом воздухе тогда образуется железо 3o4 железная калия смеси двух оксидов а если вступает в реакцию железо с чистым кислородом тогда образуется железо 2o3 естественно кислород сильный окислитель и окисляет до плюс 3 а тут у нас плюс 2 и плюс 3 степени окисления оттого железа а в воздухе почему не окисляет до плюс 3 потому что там и концентрация кислорода маленький до 20 просим а части кислорода уже содержит пять раз больше кислорода чем воздух с другими не металлами тоже вступают в реакцию при нагревании хлор например хлорида железо 3 втор бром так далее вступают в реакцию железо и ну ё тоже там надо быть сильно нагреть я тоже твердый железо тоже твердый серый вступает железо плюс сера сульфиды железо железо плюс азот азот сильный окислитель поэтому сразу до плюс 3 окислает и образуется вот такое соединение не 2 валентный железо а 3 валент железо плюс углерод карбит железо образуется железо 3 углерод но это скорее сплав чем соединение чугун например да это что сплав железо и углерод карбит железо можно присоединить таком виде но это я же говорю скорее сплав чем соединение но название таки из карбит железо и сложными веществами железо плюс h-хлор хлорид железо 2 плюс водород железо плюс серная кислота разбавленный раствор так сульфат железо 2 плюс водород а железо плюс концентрированный раствор серной кислоты сульфат железо 3 плюс со 2 плюс h2o тут уже окислителем является не водород как было в этом случае а серо поэтому дополнительные еще и со 2 образуется и железо окисляется до плюс 3 австрированный раствор более сильный окислитель считается железо плюс азотная кислота очень разбавленный раствор где-то при от 0 до 10 градусов сельсия значит образуется сульфат нитрат железо 2 плюс азот плюс h2o по-разному пишет вот это соединение то есть нитрат железо 2 образуется в некоторых книгах пишет что аммоний нитрат образуется некоторых пишет аммиак образуется азот n2o и так далее на девятом написано азот важно что тут именно двухвалентные соединения не трех валентные а железо плюс разбавленный раствор тогда значит нитрат железа 3 уже плюс и но плюс h2o железо как пассивируется к стерильным растворе азотной кислоты и также пассивируется концентрированным раствором серой кислоты если концентрация ближе к 100 процентов значит вот отряд протекает если концентрация ну скажем не больше 90 процентов а уже больше железо пассивируется 98 и 96 процентные растворы не вступают рак с концентрированным раствором серой кислоты железо не растворяется в шелочах чем отличается от скажем цинка от бериллия от алюминия конце концов железо пассивируется подвергается коррозию это что такое железо разрушается во влажном воздухе здесь вода плюс кислород разрушает и превращается гидроксид железо 3 это ржавшина гидроксид железо 3 читал обязательно должен быть вода и а также кислород это значит ржавление железа мы знаем очень быстро на несколько часов даже и обычно несколько дней если есть кислород и кислород конечно в открытый воздух и всегда есть и влажность вода то есть то быстро подвергается коррозию какие соединения может быть у железы на второй валентность мы знаем оксида и гидроксида оксида гидроксид железа и той другой устойчивыми соединениями считается основной оксид в воде не растворяется с водой не взаимодействует основное основание амфотерные свойства не проявляет при нагревании разлагается как раз разложением двухвалентного гидроксида можно получить двухвалентный оксид плюс h2o а гидроксида каким образом можно получить на растворимые соли железо плюс 2 действует палочами тогда выпадает в осадок гидроксид железо 2 осадок зеленого цвета зеленый осадок и натрий нитрат образуется как я говорил амфотерные свойства нету значит в щелочах не растворяется но и то и другое растворяется в кислотах неважно какая кислота важно что кислота была более сильная не слабая тогда реакция идет но слабой кислотой просто медленно идет то есть я хотел сказать концентрированный или разбавленный неважно все равно одно и то же реакции плюс серная кислота сульфат железо 2 плюс вода в этом случае уже газообразные соединения не выделяется так щелочами не взаимодействует даже гидроксид железо 2 плюс натрия охаж реакция не протекает но с кислотами идет реакция это значит амфотерные свойства отсутствует вот трехвалентный оксид тоже устойчив также есть трехвалентный гидроксид отличие от двухвалентного тут уже амфотерность проявляется значит двухвалентный гидроксид зеленого света 3 валентный гидроксид такого света бурого света ржавшина такой бурого света также при нагревании разлагается нагреваем гидроксид железа 3 получаем оксид железа 3 плюс h2 а гидроксид железа 3 можно получить действием щелочей на трехвалентный соединение на трехвалентный солей железа плюс 3 тогда железо h3 выпадает в осадок и натрий метратор называется если щелочь в избытке тогда немного растворяется гидроксид железа 3 это говорит о том что есть амфотерные свойства плюс натрия аж только щелочь то должен быть концентрированные в избытке значит амфотерность у железа плюс 3 намного меньше чем у алюминий плюс 3 тогда мы можем получить различные комплексы больше более устойчив гексагидроксу где количество вокруг железа функциональных групп 6 это координационные числа называется и с кислотом вступает если одно вещество вступает в реакцию одно и то же вещество если вступает из кислотам и щелочам мы считаем что есть амфотерные свойства у меня получается сульфата железо 3 плюс h2 вот как раз у трех валентного есть амфотерные свойства а 3 валентный оксид одинаково вступает что там разбавленная серная кислота что концентрированные одно и то же получается то есть это тоже окислительно-восстановительные реакции не протекает плюс вода и все здесь сульфат плюс вода а двух валентный если кислота кажем вот концентрированный в какой-то степени может переходить на трех валентный и двухвалентный сульфат такие вот легко окисляется если мы берем скажем калий перманганат плюс сульфат железа 2 в серной кислой среде легко получим трехвалентный сульфат это говорит о том что двухвалентный сульфат легко превращается в трехвалентный тогда марганец сульфат калий сульфат и вода образуется точно такая же реакция протекает дихроматом калия там только сульфат хрома вместо сульфата марганца образуется вы сам допишите реакцию качественные реакции для железа плюс 2 и для железа плюс 3 первое это значит получение гидроксида имеет окраску один зеленый другой бурый поэтому на любой растворимые соль железа действуйте на двухвалентные щелочи получаете зеленый осадок это может служить качественным реагентом значит щелочь натрий хлор образуется а на трехвалентные растворимые соли действием щелочи получаем трехвалентный гидроксид это значит бурого света ржавчина плюс натрий хлор и второй качественный реагент это скажем калий 3 железо сиан 6 как назвать это вещество красная кровяная соль растворимая соль растворимая соль протекает обмен калий железо железо сиан 6 плюс калий хлор образуется а что мы должны знать что железо на составе комплекса трехвалентный а в составе холорида двухвалентный как раз для двухвалентной железы является качественным реагентом комплекс в котором железо трехвалентное тогда образуется вот такое вещество это называется турнбулевая синь синего света комплекс а на трехвалентные железо является качественным реагентом комплекс в котором железо двухвалентно а этот уже как называется это желтая кровяная соль вот видите разница на трехвалентный двухвалентный на двухвалентный трехвалент тогда получаем холи железо железо сиан 6 плюс калий хлор и может сказать одно и то же получается да вот калий железо железо сиан 6 да а как бы одно и то же но нет не совсем тут железо плюс 3 вот тут железо 2 а тут наоборот железо плюс 2 железо плюс 3 это совсем другое вещество значит в трехвалентные соли железо плюс желтая кривяная соль образуемое вещество называется берлинская лазурь это тоже синего света малорастворимое вещество на как краска используется и то и другое раньше использовали и другой другая реакция для трехвалентной железы это радонит анион плюс аммоний радонит получается железо радонит железо 3 плюс аммоний хлор это растворимое вещество не осадок когда можно сказать как мы узнаем что это вещество образуется это вещество красного света как кровь именно вот фильмах вместо крови используется радонит железо 3 красный но не осадок растворимая соль раствора красав красный 3 этой реакции является для железо плюс 3 2 из них я железо плюс 2 я про коррозу железо вам говорил также двухвалентный гидрокислый гидроксид железо тоже подвергается корроза эту трех сложно to знать вот воды цередия акте гидроксид железа 3 плюс tech только для акции несколько вас опять железо плюс вода плюс кислород получаем гидроксид железо 3 а гидроксид железы 2 плюс вода без кислород тоже получаем гидроксида железа 3 а я тут написал два дальше 3 несколько вопросов по 40 тесту рассмотрим чистой образ железный порошок разделили на две равные части на две равные части разделяем первую часть окисляем кислородом получаем смешанный оксид железа 3 а 4 46 и 4 грамм вторая часть вступает в реакцию солярной высотой получается хлорида железа 3 плюс h2 2 получается хлорид железа 2 плюс h2 так если уравнять то тут 3 2 все очень просто через масса оксида вы определяете количество или массу железа вторую реакцию точно столько же вступает в реакцию когда количество аж хлора определим и через количество объем раствора объем раствора как определить по малярной констрации n зеленый на v тогда n зеленый на sm объем восьмой вопрос при взаимодействии смеси железо цинка и меди железо цинк и медь смеси соляной частотой выделяется газ реально частотой вступает значит два из них третий не вступает их тоже вступает медь не вступает флор 2 плюс h2 вот при этом выделяется 0 3 моль газ если точно такую смесь раствор я в раствор гидроксида натрия гидроксид натрия уже вступает только со рынком тогда выделяется водород комплекс похоже на комплекс алюминия на 32 алюминиевых 4 плюс водород а вот этот водород 0 1 моль так тут количество цинка и водорода равны через водород определяем цинк через цинк полученный водород во вторую реакцию отнимаем от общей и через водорода определяем железо все вместе 0 4 моль после того как мы знаем масс количество железа и цинка легко определить количество меди и девятая задача тоже очень простая железо плюс вода плюс кислород это ржавление железа кидроксида железа 3 образуется урановым реакциям давайте 4 4 6 12 кислорода 6 тут 3 кислорода получается значит вода и кислород в каких можно 2 к 1 написано что 1 часа 2 7 литр кислород принимает участие и определить у массу ржавчины сколько грамм образуется ржавчины значит снизу объем масса и определяем x 10 задача опять ржавление железа напишем уравнение реакции железо плюс вода плюс кислород гидроксид железа 3 4 4 6 3 значит 2 к 1 вступает в реакцию смотрите что тут написано проводить железо через смеси воды и кислорода где общая масса 42 грамм только мольное соотношение нам неизвестно один из веществ может быть в избытке это должны учитывать но дается подсказка что числа атомов водорода и кислорода в смеси соотношениях 1 делен на 1 25 то есть кислород больше 1 сел 25 раз это общая масса смеси так наша задача найти мольное соотношение воды и кислорода для этого мы пока что оставляем 42 и работаем через мольное соотношение одного должны брать как один другого как x давайте мы лучше кислорода берем 3 моль так как в реакцию вступает 3 моль кислород тут скорее всего если мы кислорода берем 1 моль вода получается не села и число поэтому я беру кислорода давайте 3 моль вода x моль тогда водород 2x больше нигде нету водорода кислород x плюс 6 до 1 деленное 1 25 тогда 2 с половиной икса равно x плюс 6 полтора икс равно 6 x получается 4 x получился 4 это а значит в избытке кислород кислород в избытке понятно да почему потому что на 3 моль кислорода требуется 6 моль воды а у нас меньше 6 это значит кислород в избытке кислород остается вода полностью вступает поэтому расчет должен быть через h2o но для этого сначала мы должны найти сколько вода содержится в смесье а вот теперь используем 42 для этого я беру 4 моль воды это сколько грамм 72 до и 96 общая масса сколько быть 72 прибавить на 96 168 значит 168 грамм вот такая смесь содержит 4 моль воды правильно а 42 содержит один мой один мой да и теперь сюда пищем один мой определяем сколько гидроксида образуется в результате и все ну тогда 0 чисто 6 до 0 чисто 6 моль получается гидроксида железы в эту малярную массу умножить 0 чисто 6 так 17 вопрос дается реакция с коэффициентом даже тереть плюс азотная кислота 8 моль получаем нитрата железа 3 плюс 5 моль и но плюс 2 моль h2 и со 4 плюс 3 моль h2o вот такая реакция выход реакции 80 процентов и вот смотрите вам что дается числа атомов исходных веществ дается выход 80 процентов выход 80 процентов что значит только 80 процентов исходных веществ вступает то есть 80 процент молекул вступает или 80 процентов вступает смотрите всего атомов 26 875 н а это есть 100 процент а 80 процент x 29 с половиной н а атомов точно вступает в реакцию 26 это 180 сколько 21 и 5 21 с половиной моль атомов принимает участие а теперь по уравнению реакция давайте определить сколько атомов участвует 5 40 43 правильно 43 вот при протекании этой реакции 43 атомов участвует а определите масса полученные соли и кислоты соль и кислота вместе взятых сколько вот нас интересует 438 грамм 2 моль кислота и 1 моль литра вот смотрите когда 43 атом вступает в реакцию 438 грамм соли и кислота образуется а 21 с половиной участвует сколько образуется ровно половина 219 грамм это ответ уже так и восемнадцатый вычислить массу цинка который следует поместить в разбавленный раствор серной кислоты что тут образуется водород чтобы полученным водородом можно было восстановить железо 16,8 грамм железо из железной окалины железо 3 о 4 плюс водород железо плюс h2o вот железо 16,8 грамм через железо определяете водород и через водород массу цинка все понятно 19 задача для взаимодействия с железом было взято 150 миллилитр 15 маляного раствора после чего в избытке осталось 110 а по каплям добавляет поэтому как бы остался 150 дельта v давайте определяем брали 150 миллилитр остался 110 вступил реакцию 40 миллилитр раствора серной кислоты а количество с умножаем на v с 15 малярный в литрах 004 это получается 0,6 моль серная кислота принимает количество серной кислоты 0,6 через количество серной кислоты определяем сколько грамм железо вступает в реакцию только надо сначала уровнять реакцию это 19 следующий 20 опять over сколько грамм сульфата железа 2 необходимо для дихромата калия в серной кислой среде значит дихромат калия плюс серная кислота вот такая реакция окисляем железо плюс 2 до железо плюс 3 сульфат железа 3 образуется хром сульфат образуется калий сульфат образуется еще вода вот такая реакция и 147 грамм дихромат калия вопрос найди сколько грамм сульфат железа 2 для этого нужна значит через over уравниваем реакцию хром в начальном веществе плюс 6 конечным плюс 3 железо плюс 3 железо плюс 2 только не забываем про вот этих индексов когда составляем электронный баланс после того как расставить коэффициенты можно через одну пропорцию определить массу сульфата железа 2 22 задача смесь порошков железо и цинка железо и цинк реагирует соляной сотой железо плюс аж хлор цинк плюс аж хлор и тут и там получается двухвалентные хлориды цинк хлор 2 плюс водород на взаимодействие с такой же массой смеси требуется гидроксид натрия гидроксидом натрия уже только цинк вступает реакцию плюс вода получаем значит на 32 цинк ох 4 плюс водород так мы можем определить количество аж хлора количество аж хлора 153 объем раствора умножаем на плотность масса раствора получится потом на 01 это масса растворенного вещества получится делим на 36 половины ама количество гидроксида натрия тоже через раствор можно определить 40 миллилитр плотность 1 1 0 2 констрация 20 процент делим на 40 определяется гидроксид натрия 1 00 44 0 44 2 0 22 до 0 44 0 22 надо уравнять реакцию через натрию аж определяете сколько цинк вступил а для этого цинка сколько аж хлор требуется общая аж хлор 0 44 остальное для железа а через аж хлор потом определяем массу железа определите массу долю цинка потом м1 прибавляем на м2 получаем общую массу общую массу принимаем как 100 процент а масса железа x процент до 25 задача при воздействии соли соляная кислота на 0 4 моль смеси железа смотрите смеси железа оксид железа 2 и оксид железа 3 содержится соляная кислота вступает с каждым из них только газ выделяется в одном случае из молекулярной железы только можно получить газ и этот газ 0 1 моль через это мы легко определяем сколько железа всего всего смесь 0 4 железа 0 1 это значит остается оксиды оксиды тоже вступают рак соляной сотой только газ не выделяется при полном восстановлении водородом того же количества смеси образуется 9 грамм вода ну восстанавливать железо не получается так восстановленном виде но восстанавливаем остальные просто я еще другие реакции только нужные написал железо плюс вода железо плюс h2o значит 23 сюда 3 всего получается 0 5 моль вода 9 грамм а мы знаем что если железо 0 1 моль то оксида 0 3 моль а теперь x и y x и 3 y составляете систему и решаете да получается количество других компонентов исходя из этого определяете массу доля оксида железа 2 смеси и 27 задача при добавлении избыточное количество щелочи на хлорида неизвестного металла образуется вот такое соединение на 3 металл ох 4 на 3 2 металла 4 смотрите и скажите пожалуйста валенность металла в полученном соединении это сколько два да потому что ухаж вот 4 2 на 3 а есть значит остается 2 ухаж металл двухвалентный поэтому я изначально могу брать двухвалентный хлорид металла плюс на 3 ухаж тогда четыре раза больше на 3 аж требуется почему потому что сначала выпадает осадок и этот полученный осадок двухвалентный гидроксид значит амфотерные свойства проявляет а излучина 3 растворяет осадка тогда получается натрий хлор 2 мой и вот такой комплекс что нам известно нам известно значки к объем не констрация хлорида количество определяем 0 0 6 это 60 миллилитр умножаем на 2 с половиной 0 10 0 15 моль получается значит хлорид 0 15 моль и образуется 2685 грамм комплекс из одного моля скажем x x получается м р комплекса а потом от икса отнимает два натрия 4 ухаж остается масса металла может и цинк может и не цинк 32 задача на космических орбитальных станциях регенерирует кислород с помощью супероксида калия значит напишем уравнение реакции супероксид калия плюс карбонат ангидрид калий карбонат плюс кислород 2 калия поэтому написали что двойку 46 становится кислород значит полтора моль кислорода образуется в результате реакции считая что каждый космонавт в течение суток выдыхает одну силах один килограмм углекислого газа и зная что на борту станции находится 355 килограмм супероксид калия определите в течение с каких суток гарантирована жизнедеятельность экипажа так значит супероксид 355 грамм килограмм почти малярная масса 32 39 60 71 на 2 142 142 44 355 килограмм супероксид достаточно для скольких 110 110 килограмм значит данный супероксид достаточно для превращения 110 килограмм углекислого газа в кислород значит каждый космонавт в течение суток выдыхает один один килограмм зная что из двух человек состоит значит в один день два силах два килограмм углекислый газ вырабатывается в районе потому что два человека каждый выдыхает одни силах один килограмм 110 килограмм углекислый газ вырабатывается за 50 дней значит 50 дней на 50 дней достаточно будет что 355 килограмм супероксид а уж на 51 день сожалению ну в общем что-то случается и 29 задача как дело вот сказал нагревает карбонат магния при нагревании карбоната магния образуется углекислый газ и оксид магния углекислый газ твердый газ магния оксид твердый выход 75 процент это значит если изначально мы берем x-моль разлагается 0,75 x не разлагается 0,25 x и и разница масса оксида оксида и соли составляет 3,6 грамм окси тоже 0,75 x тогда смотрите м1 40 умноженный на 0,75 x 30 x грамм магний оксид а м2 0,25 x умноженный на 84 сколько 21 21 x грамм магний карбонат мы знаем что их разница 3,6 грамм поэтому 30 x минус 21 x 3,6 9 x 3,6 x x 0,4 моль вопрос сколько изначально мы брали карбоната магния ответ 0,4 моль